День Кировской области 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 Расскажите. А сейчас Лариса Ивановна как раз об этом расскажет. А про Буран мы когда были на Байконуре, у нас экскурсию вел человек, который был свидетелем тех событий. И он сказал очень классную фразу. Он сказал, что и он родненький домой вернулся. То есть они так его ждали. И он же мог приземлиться на разные аэродромы. Он приземлился на Байконур. И они обнимались, целовались. Это было прям ликование всех. Это очень здорово видеть Буран там. Ну, правда, мы видели макет. А оригинальный Буран, который летал, он у них там находится в монтажном испытательном комплексе. Там была авария. И его сейчас нет для выставки этого Бурана. Ну, в Москве можно на ВДНХ посмотреть. Там вторую копию, которая тоже помогала первому летать в космос. Там тоже очень интересная история. Лариса Ивановна сейчас расскажет о том. В том числе об этом известная электронная энциклопедия пишет. Не знаю, насколько ей можно доверять. Буран якобы уже на подлете к земле на высоте 11 километров удивил ученых там, военных, которые присутствовали. Он неожиданно какой-то алгоритм сам себе выстроил и не с той стороны начал приземляться. Там были боковые ветры, и программа посчитала нужным уйти заново на посадку. Более безопасным будет разворот, маневр сделать. Да, мы действительно счастливчики, потому что не только побывали в городе Байконур на космодроме, но и тайны Бурана из первых уст мы узнали. Коль уж мы сейчас с вами говорим о Буране, то приоткрою занавес. Когда Буран приземлялся на аэродром юбилейный, то поднялся боковой ветер. В его программе было заложено две тысячи операций. И те, которые без ущерба привели к успеху и приземлению на заданную точку, было только шесть. И вот из двух тысяч он выбирает, то есть эта машина выбирает вот эти шесть. Он на высоте одиннадцати километров делает крен и идет на вторую линию захода. Когда с радаров пропала точка, все замерли в опорном пункте, потому что они уже думали, Бурана нет в живых. Через некоторое время эта точка замигала. Ура! сделав круг, он на заданную позицию шел прямой наводкой. И так остановился буквально за девяносто сантиметров до назначенной точки. Вот такие интересные истории мы на протяжении семи дней слышали от организатора, от директора Дмитрия Николаевича Шаталова, который руководит Международной космической школой. Наша школа была приглашена на Байконур и космодром Байконур для прохождения социальной практики. Что такое социальная практика в наше время? В рамках профориентации мы дружим с социальными партнерами. Наши школы имеют таких социальных партнеров, как Медицинский университет, Агроуниверситет, Завод Маяд, Завод АвиТек. И еще одним социальным партнером является Балтийский технический университет имени Устинова или сокращенно Военмех. На протяжении семьи... Где он находится? Он находится в Санкт-Петербурге. Санкт-Петербург, Военмех. Мы с ними очень плотно дружим, и ребята активно участвуют в мероприятиях Военмеха. Это класс, который углубленно изучает физику, математику и информатику. Современным языком это тот инженерный класс, которому дается сейчас одной из главных линий, потому что технические специальности, они как раз по углубленке вот этим по предметам и существуют. И Военмех предложил нам вместе с его студентами пройти эту практику. Была предложена программа на семь дней. Программа просто была уникальной, потому что это не только посещение музеев Байконура и космодрома, посещение тех объектов, где из Самары везется ракета и собирается. Какими специалистами, как это делается, какие уникальные оказывается технические есть возможности. А еще одна очень важная мысль это патриотическое воспитание. Вот такого накала патриотического воспитания пожалуй ни один ребенок не получил бы, не посмотрев на гордость российского космического развития. потому что когда мы побывали на первой площадке откуда стартовал Юрий Алексеевич Гагарин, то вот у Евгения нашего ученика 11-го Д-класса переполнено было сердце теми мыслями, которые он еще перенял от своего деда. Да-да-да здравствуйте. Да, давайте Евгению тоже предоставим возможность высказаться. Там же памятник Юрию Алексеевичу находится? Да, конечно, и несколько даже. И могу даже сказать нас провели в центр подготовки космонавтов и показали целую аллею, где каждый космонавт перед отправкой садит дерево. И первое дерево разумеется Юрия Алексеевича Гагарина. Ну а по поводу Байконура это конечно колоссальное зрелище. мне кажется каждый ребенок должен побывать там. Это прям мечта всех. В том числе например моей семьи моего деда. Мой дед тоже. Дед какой-то космической отрасли имеет отношение? Да, он работал в ракетных войсках с трагического назначения, но его место Байконура отправили в поселок Юрия в Кировской области. То есть это не срочная служба была? Нет, нет, конечно. Офицер? Офицер, да. Подполковник запаса. Вот. И когда он узнал что я поеду на Байконур счастья в его глазах вообще просто очень много каждый день я ему звонил отчитывался фотографии присылал но я сам лично хочу связать свою жизнь с ракетами быть строителем космических ракет для меня это прям значимая поездка была. Что ну хотя наверное странно спрашивать что наибольшее впечатление произвело ну вот знаете вроде как я должен сказать что пуск ракеты но нет но нет отлично давайте делитесь я как непосредственно инженер в физмат-классе много изучаю физику астрономию в том числе для меня было очень важно посмотреть на как раз такие заводы там же идет такое что филиал некого завода то есть из Москвы из РКК энергии там прогресс и другие заводы туда подетально съезжают сами ракеты их там собирают тестируют проводят все необходимые исследования и потом в другом ангаре уже полностью собирают с разных заводов все запчасти для меня вот это вот наверное было самое такое интересное потому что я хочу с этим опять же связать жизнь я посмотрел как они работают где какие там условия что они делают и вот нас завели в ангар прогресса и показали нам маленькую ступень третью ступень ракеты-носителя это просто что-то с чем-то она очень большая ты смотришь на нее а сейчас нам не описать нам будет насколько большая штуковина вообще просто такого видеть если так вот немного отогнуть ткань можно посмотреть внутрь это просто а третья ступень это которая последняя отходит первая первая самая если я не ошибаюсь вот ну это стоит того честное слово ну вот конечно сейчас так эмоционально рассказывает Евгений как будто знаешь вышел из одного павильона зашел в другой там же огромное пространство что бы вы ни говорили на самом деле так и было был очень плотный график у нас была самая проблема то что действительно территория большая я посмотрел 6717 квадратных километров то есть действительно территория большая чтобы от площадки до площадки добраться ну минимум час надо а как вообще настроено там было перемещение вот эта логистика значит мы были принимающей стороной являлась международная космическая школа имени академика Челомея директор этой школы Дмитрий Николаевич Шаталов он бывший инженер который служил там работал поэтому мы из первых уст узнавали вот все как вообще закладывалось в нашей космической отрасли как это складывалось и организация была просто на высшем уровне когда мы добрались до Байконура комфортабельный автобус нас встретил вот на этом комфортабельном автобусе до каждой площадки каждый день мы добирались тепло уютно и конечно же вот помните я говорила о том что программа была нами вместе со студентами утверждена вот в этой программе все дни были расписаны то есть и посещение музея и посещение вывоза ракеты почему мы так горды тем что мы не только посмотрели как ракета улетает в космос на международную космическую станцию но еще мы видели как она собирается затем как она выводится со скоростью 5 км в час как фермы открываются как фермы закрываются как работники а это десятки человек которые можно сказать при тройном контроле болтики закручивают то есть например один закрутил другой в журнале подтвердил третий проверил то есть чтобы никакой ошибки не было и вот это вот все детально у нас каждый день было расписано то есть вот это было по дням и конечно же ребята смогли не только вот это все воочию посмотреть они еще и моделировали свою ракету и таким финалом было в последние дни что они смоделировав две свои ракеты их запустили и какая была радость что в нашей группе а прошли это международное соревнование всего в них приняло участие 120 участников то есть не только была группа из города Кирова была группа из Ижевска была группа из Санкт-Петербурга точно так же были еще школы которые у которых военмех является социальным партнером поэтому у нас всего было 120 человек вечером мы слушали до 10 часов интересные лекции про Буран как что было мы посмотрели интересный фильм и вот роль еще патриотического воспитания была в том что нам показали уникальные фильмы например был создан к столетию планетария уникальный фильм земля глазами Гагарина вот такой вот уникальный фильм создал Новосибирск и вот нам был предложен он одним из вечеров на реальной хронике на реальной хронике то есть реальные кадры снятые с корабля Восток 12 апреля 61 года в течение 1 часа 48 минут прям как отча наша ты помни там еще много было 3D моделей то есть они специализируются на создании виртуальных тренажеров для космонавтов и там 3D модели тоже использовались наглядно детям показывалось как все происходило какие ступени на каких минутах отлетали все это показано было вот а мы хотели бы наверное поблагодарить 37 школу мы там оказались наш центр познания на Байконуре как раз по приглашению 37 школы и ребята из центра тоже конечно впечатлены тем что происходило а самое важное наверное самое интересное что здесь совпали две даты наша поездка на Байконуре и передача флага города Кирова юбилейного флага города Кирова как раз на ракетоноситель вот у нас была копия этого флага и там наверное на фотографиях многие видели этот флаг на Байконуре сколько весил это наш флаг потому что мы знаем килограмм груза очень дорого обходится он очень легкий он специально сделан огнеупорный специальным образом укладывается и конечно же заранее передается сам флаг и как заранее это обговаривали вообще можно это дирекция все готовила дирекция готовила да и вот нас кировчан живут сюрпризы как раз привет от космонавтов из космоса я думаю к юбилею города у нас вот такие подарки еще из космоса тоже будут и наша делегация вот была свидетелем как эта ракета грузоноситель уносила в космос в том числе и наш флаг я просто представила как космонавты разбирают подарки землетки так что тут флаг кировской области наверное рассказали я не в курсе что у них там в грузе есть что это такое ина витальевна у вас какие впечатления остались что произвело такой вау эффект на вас у меня наверное самый большой эффект это мощь нашей страны ведь 35 лет тому назад придумать такой вот корабль который полетел в космос и беспилотный на тех айти решениях которые были в то время но это сейчас у нас в каждом кармане телефон сейчас на самом деле только один многоразовый корабль это тесловский драгон и он не в российской федерации находится ну то есть спустя вот такое количество времени но наш был первый наш был первый наш был беспилотный и вот на тех решениях и еще наверное меня тоже очень сильно впечатлило что многие сотрудники работники тех заводов фабрик научных каких-то бюро которые разрабатывали ракеты они не бывали на Байконуре они это не видели а вот нам посчастливилось увидеть как идет запуск ракеты мы побывали почти на всех стартовых площадках различных космических носителей и это конечно очень-очень здорово было это впечатляет интересно было посмотреть как развивалась инженерная мысль какие были ракеты раньше что сейчас происходит как меняется космическая программа и гордость за страну она конечно же зашкаливала я поддержу здесь Ларису Ивановну как раз наверное патриотическое воспитание детей оно должно быть не на словах а на конкретных примерах и когда мы видим как люди не только конструировали но вообще придумывали это все вот нам говорили что дерзновение людей вот это вот дерзновение конечно очень-очень важно вот помните в 61 году вот мы по хронике да можем это видеть как люди радовались вот сейчас как будто бы снова новый виток вот в этой вот не знаю в популяризации космоса в желании в стремлении детей что-то новое придумать и если вот посмотреть сейчас даже на новогодние игрушки то сейчас нас предлагают там я не знаю космические ракеты корабли космонавтов хотя там несколько лет тому назад этого не наблюдалось то есть вот интерес космосу он снова развивается и это очень здорово не надо забывать что у нас есть Виктор Петрович Савиных в том числе дважды герой Советского Союза да удалось ли пообщаться с кем-то за пределами да вот образовательные программы возможно с теми кто живет там да семьи работников ну то есть те люди для которых это является работой службы работа жизнь удалось с вами жилые дома посмотреть на Байконуре как вообще все устроено мы жили в доме как раз в общежитии вот этого этой международной космической школы вообще надо напомнить что Байконур он относительно молодой ему через два года будет 80 да получается 55 года основания ему не так много лет но сейчас какие-то здания заброшены мы это видели мы видели что целые там поселки да где раньше жили рабочие которые обслуживали эти площадки сейчас они пустуют но двигается у нас сейчас российский космодром как раз скоро открывается и будут запуски дополнительные но это очень здорово что мы не стоим на месте и наверное мы когда оказались на Байконуре мы ухватили вот эту историю вот сколько лет еще там будет наша площадка и тоже неизвестно а вообще если для понимания есть ли не только у ученика 37 школы есть ли не только у воспитанника центра информационных технологий в обучении познания побывать возможности на Байконуре вот в этой как можно попасть в эту международную школу сейчас может побывать любой гражданин России потому что есть у туристических бюро коммерческие предложения и вот наши дети они за счет родительской платы и так как мы были социальными партнерами военбеха то у нас плата была за то чтобы плата родителей составляла за проезд за проживание за то что мы моделируем ракеты потому что это требует материальных вложений это и порохи эти двигатель и человеческий ресурс то есть нам же это предлагали чертежи и так далее то есть как бы вот эта родительская плата была у детей но если житель насколько она подъемная она дело в том что мы не скрываем ничего от наших нет мы не скрываем то есть если мы все вместе как бы сложим и дорогу и вот проживание и питание она составит около 90 тысяч родители по желанию то есть предложено было как бы в школе кто желает но в основном ставка делалась на 11 д-класс потому что мест нами нам было выделено очень мало и поэтому так как мы еще дружим с Инной Витальевной и наши дети дополнительное образование посещают и так как занимаются моделированием центр познания нам был очень необходим потому что вот это тоже взаимосвязь выстраивается с дополнительным образованием поэтому не все конечно желающие могли присоединиться но каждый россиянин может побывать потому что есть коммерческие предложения к великому сожалению они начинаются от 250 до 400 и выше тысяч это никто не скрывает вот в марте месяце по моему на сайте байконуры даже можно почитать информацию да 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 в марте месяце у нас будет запуск ракеты пилотируемой и там будет космонавтом женщины из Белоруссии к нам на конференцию приезжал уже представитель Белоруссии с той целью чтобы познакомиться и как говорится она уже где-то за три месяца будет уже на космодроме готовится будет к этому запуску привыкать проходить и так далее и поэтому очень большое количество я думаю что людей из Белоруссии из России приедут посмотреть вот на этот пилотируемый запуск так что это как бы для тех кто желает то это доступно мы продолжим нашу беседу обязательно после небольшой рекламной паузы я напоминаю что мы беседуем с Инной Валикжаниной директором Центра информационных технологий в обучении познания Ларисой Ишульгиной директором школы номер 37 нашего города и Евгением Шегаповым учеником 11 класса D класса школы номер 37 буквально минуту у нас продлится реклама и еще будет 9 минут для общения продолжаем дневной разворот говорим да много о чем говорим на самом деле планировалось что вроде бы как мы будем флаг Кировской области в космос запускать про флаг еще хотела я уточнить этому предшествовало какое-то торжественное мероприятие не знаю как это было обставлено или просто люди в форме пришли забрали флаг или он уже где-то лежал к этому моменту значит флага 2 флага 2 один флаг запасной он прошел в космонавтике вообще много чего запасного включая космонавтов и дублирующий обязательно есть тот кто полетит тот кто не полетит номер 2 и номер 1 и здесь флага 2 один флаг везли мы а другой флаг он прибыл на космодром прошел всю проверку и упаковывался вот как раз на ту ракету которая на космическую станцию международную его и повезла а наш флаг он стал атрибутом во первых когда была конференция посвящена 35-летию и 100-летию планетариев и встречу всех гостей то мы говорили о городе Кирове о 650-летии мы показали фильм который сейчас транслируется на ВДНХ мы рассказали о тех достопримечательностях которые есть в Кирове и что мы гордимся космическим началом это имя Циолковского и имя Виктора Петровича Савиных и музей Циолковского и наш космический центр и улица имени Волкова и имя Сереброва нами не забыто и поэтому такими широкими глазами на нас смотрели все делегаты что оказывается мы богаты не только историей и наш флаг и отправляется в связи с 650-летием на международную космическую станцию еще интересно еще интересно было еще интересно было во время открытия многие участники говорили что они не так давно были у нас в Кирове на Циолковских чтениях и это было тоже очень приятно ежегодное мероприятие да 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 то есть участники вот этой международной конференции на Байконуре совсем недавно вернулись из нашего города Кирова и имели представление о том как у нас это все развивается прям дорогого стоит Лариса Ивановна хотела еще до рекламы уточнить а как отбирали отбирали ребят кто поедет по каким заслугам в поездке только были те дети которые являются победителями и призерами военмеха вот это в том числе Евгений они получили это приглашение понятно что этих детей больше но мест было очень ограничено ну и вы сами понимаете что без взрослых никак нельзя сопровождение детей это как бы тоже процедура поэтому мы еще взрослые заняли этим ну я предполагаю что Евгений через непродолжительное время уже студентом будет военмеха да совсем чуть-чуть осталось да совсем чуть-чуть что для этого что для этого сейчас сделаете уже Евгений ну для этого ключевой момент все-таки это экзамены то есть идет серьезная подготовка физика математика профильная очень много времени на это конечно уходит но это того стоит 100% и давно вы уже Евгений в таком интенсивном режиме готовите себя именно к такой карьере понимание того что я хочу быть именно ракетостроителем оно пришло в начале 10 класса и вот как только оно пришло так сразу я и начал готовиться а что вообще к этому подтолкнуло вот знаете во-первых как бы дед папа тоже он немного связан с этим и как бы это не было смешно я посмотрел один замечательный фильм Интерстеллар называется там очень сильно вообще описывается теории космического масштаба особенно теория Эйнштейна относительности вот и после нее я прям задумался насчет этого я купил вот недавно книжку элементарная физика от Альберта Эйнштейна и начал еще погружаться в истории физики и вообще разбираться вот во всем вот этом мне в первую очередь кажется и всегда казалось что в такой серьезной отрасли огромное количество литературы нужно изучить безусловно под руководством опытного наставника потому что во многих вещах трудно разобраться нарисован он так ведь? да дело в том что кто у вас непосредственно в школе ведет это направление опытный наставник вот этому классу очень повезло у них очень опытный учитель Эленора Аркатьевна Кропанева которая с нами вместе ездила то есть она своих питомцев не оставила она с ними была вместе с ними моделировала ракеты с ними вместе слушала разбиралась и помогала а в поезде когда мы ехали туда 29 часов а обратно 31 час вы знаете чем они занимались они решали задачи математика математика еще раз математика так а если в практической плоскости рассматривать что за задачи там не знаю как вывести на орбиту на определенную вы уже такого уровня решаете задачи? ну такие задачи я вам больше скажу есть в ЕГЭ в ЕГЭ конечно да то есть с точки зрения теории они есть первая вторая космическая все это есть с этими терминами я знаком ну да для меня как для гуманитария все таки это остается темным лесом как в определенную точку орбиты вывести космический аппарат ну это все больше будет еще рассказываться в самом институте а в ту обратную дорогу мы делали математику решали задачи ЕГЭшные военных как раз и готовят баллистиков которые рассчитывают что в данную секунду минуту нужно запустить ракету чтобы она вышла на нужную траекторию а вот смотрите Евгений да мы тут периодически очень много говорим о профориентировании так называемом достаточно узкую область да как мне кажется вы выбираете не было ли у вас опасения да что возможно там не знаю ну не получится найти работу да элементарно потому что это все равно не менеджер по продажам прости господи который может в любое место устроиться ну знаете у нас космическая вот эта вся история она относительно недавно появилась и я это рассматриваю как чистое полотно полное ну в котором большой потенциал его действительно можно раскрыть я как инженер как какой-то изобретатель мне вот это очень интересно очень близко и подкупает тем что это почти не изучено все это космическое пространство все что с этим связано очень мало изучено и вот это вот вот для меня это ключевым фактором сыграло а сейчас есть какие-то люди да на кого вы равняетесь именно в профессиональном плане ну не сказал бы наверное ну вот мне очень помогают вот мой научный руководитель я проект веду зонов Александр Васильевич отец очень много мне помогает в чем суть проекта научного в двух словах в двух словах ну мы делаем двигатель на электромагнитной индукции ага доволен ли ты но в общем вот эти вот потоки они должны что-то выталкивать ну грубо говоря да грубо говоря да электромагнитные волны да 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 без двигателя внутреннего сгорания там да да без реактивного причем эта тема не только нами рассматривается вот я сам участник селковских чтений и могу сказать что очень много ребят начали погружаться именно вот в эти электромагнитные явления и очень много проектов насчет вот этой тематики да это же сейчас такое перспективное очень популярное направление не только в космической технике но и передвижение транспортных средств по земле за счет электромагнитной тяги без использования традиционных видов топлива пора завершать к сожалению развороты Инна Валикжанина Лариса Шульгина и Евгений Шигапов Евгений вам успехов в вашей будущей карьере надеюсь мы когда-нибудь услышим и что-нибудь вы привнесете и в Кировскую область для нашего региона чтобы не только Виктором Петровичем Савиных мы гордились благодатная почва у нас такая для продолжения успешной деятельности в этом отношении спасибо большое хорошего дня всем до свидания